Русские, славянские, казачьи, прокремлевские организации Казахстана выступили с резкой критикой казахстанского депутата Владимира Башко. Все мы слышали его провокационные высказывания по поводу облязовских митингов. Там он заявил, что всех иждивенцев надо ставить на колени, надо ставить в стойло. Тут он, конечно, погорячился, и как депутат он, конечно же, должен ответить за столь неправильные формулировки. Но смысл-то его слов, конечно же, понятен тем, кто пытается понять. В первую очередь Башко высказался о провокаторах, которые под кремлевскими облязовскими лозунгами пытаются, образно говоря, продвигать кремлевские политические интересы в Казахстане. Именно вывести Казахстан из-под влияния Китая. Но поговорить я бы хотел о другом, о том, почему именно вдруг казачьи организации Казахстана решили выступить против Башко. Я считаю вообще, что казачьи организации должны быть запрещены в Казахстане. Громкий голос, дали такую большую расширенную пресс-конференцию. Чему бы по этому поводу не порассуждать. Понятно, что казачьи организации в Казахстане – это кремлевские организации. Они действуют строго по кремлевским приказам. Все, что они делают, все это строго соответствует политике Кремля. Они ведь никогда публично не осуждали в Казахстане, например, казахстанских ополченцев в Донбассе. Или никогда публично не говорили, что они не признают Крым в составе России. Да что там распыляться? Они ведь никогда не говорили, что Северный Казахстан – это исконно казахская земля. Ведь от них мы никогда не слышим таких утверждений. А тут вдруг такая прыть, такая политическая и гражданская активность против депутата Владимира Башко. Который что сделал? Обидел русских? Обидел русский мир своим высказыванием про то, что надо поставить иждивенцев стоило. Может быть, в Казахстане большинство иждивенцев русские? Может быть, иждивенцы – это исключительно представители казачества в Казахстане? Нет, конечно же. Для меня лично очевидно, что казачьи организации Казахстана получили от своих боссов в Кремле разрешение, так сказать, отмашку действовать против тех людей, которые мешают Облязову проводить свою политику, скажем так, в Казахстане. То есть, в данном случае я утверждаю, что казачьи организации, прокремлевские казачьи организации в Казахстане действуют строго в интересах путинского агента Облязова. Больше здесь ничего сказать нельзя. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки. Подписывайтесь на мой канал и до новых скорых встреч.